здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать вот такую вот замечательную детку которая выросла у нас на пенечке вот видите срез этот пенечек у нас образовался после омоложения орхидеи и я вам хочу уже показать результат вот такая большая детка она у нас выросла примерно за полгода вот такая уже большая готовая в принципе к цветению такой хороший подросток у нее очень много корней своих вот видите и это как раз хороший пример к тому когда стоит отделять орхидейку на днях мы ее отделим и возможно будем ждать новую деточку на этом пенечке у него очень много корней и возможно он даст нам еще одну а может и не одну а еще несколько таких вот прекрасных деток вот такое успешное омоложение многие меня спрашивают в каком размере лучше отделять орхидейку я считаю что лучше позже чем раньше потому что орхидейка должна нарастить вот такие замечательные корешки их должно быть не меньше трех и не короче 5 сантиметров в этой орхидейке уже много корней сверху видно 4 но еще в глубь есть очень много здоровых и длинных корней которые уже пошли вниз к водичке этот пенечек видите в закрытой системе вот в такой вазочке не вот так успешно нарастил нам детку вот такая красота эту детку я делала сама а вот еще у мамы есть детка от каменной розы смотрите какая замечательная тоже у нее уже очень много корней и вот в таком размере тоже но мы тоже можно отделять детку что было не меньше трех листиков и корешочки были не короче 5 сантиметров и не меньше трех штук это чтобы орхидейка сразу же пошла в рост и вы ее не реанимировали не держали в тепличке чтобы вы могли и сразу же посадить и она у на вас росла и сильно не заметила да то что ее отделили от мамки то что тут присутствует налет это от обработки и обрабатывала актарой от паразитов сейчас я все свои орхидейки обрабатывают паразитов потому что сейчас весна и все паразитики размножаются в бешеном количестве поэтому такая была обработка еще хотела вам показать вот это детка растет на пенечке который гниль гнил вот видите здесь кокос резики его сама срезала до омолаживала орхидейку а здесь орхидейка гнила принесли с магазина ее с паразитами с трипсом и вовремя не заметили трипс выявил ей точку роста и продукты жизнедеятельности от трипса пошло заражение и собственно гниль что привело к потере орхидейки но слава богу вот выросла такая чудесная деточка это каменная роза очень хочется уже посмотреть на ее цветение вот на днях будем отделять вот эту детку от пенечка это еще пусть немножко подрастет хочу чтобы были такие прям хорошие корешки чтобы она даже не заметила то что мы ее отделили чтобы хорошего не было корневая вот такое чудесное растение еще хотела вам в этом видео показать эту орхидейку купленную за 50 рублей которая растет вот в такой баночке это одна из первых которая была посажена у меня в керамзит вот в такую обычную баночку это было ровно год назад вот год орхидейка растет в керамзите купленная за 50 рублей смотрите сколько корней растет в чистом керамзите нарастила вот такие уже шикардосные листья хотя у нее всего было два магазинных она не цветет но я думаю что осенью она нас порадует очень пышным красивым цветением потому что с такими корнями уже очень большими до полная баночка из такой листовой массы и она процветет великолепно вот что сегодня хотела показать и рассказать да вот про деток на что многие меня спрашивали да в каком размере отделят детку вот самый оптимальный размер такой прикорневой деточки лучше подождать и не отделять маленькую детку лучше вот пока она вырастет хотя бы вот такого размера и тогда отделить и спокойно пересадить на днях я как сказала будем ее отделять сажать скорее всего это будет мелкий керамзит и какой-то небольшой стаканчик это будет тоже закрытая система ну а на этом все до свидания мои хорошие ждите новых видео с пересадочкой вот такой красотки